Вы знаете, я бы хотел вступление сначала в начальнице до вас более всех машиностроителей. Вот сегодня у нас один источник этой прибыли – купить станок хороший, который бы соответствовал нашим представлениям о кастинной продукции, которую он должен выпускать. На сегодня, чтобы стоимость станка сегодня – это 15-20 миллионов рублей. Ну, купил за счет лизика, что сделал, через 10 лет точно станок теряет, ты должен опять его восстанавливать или ремонтировать или новый покупать. Поэтому я думаю, что настало время поставить вопрос игром, чтобы машиностроение, станочное оборудование шло как расходный материал, и пора менять учетную политику, потому что мы не угодимся за инновации. На Западе станочное оборудование меняется в течение 5-7 лет. Мы же купили и радуемся 20 лет на этот станок, а призы уходим, хотя он уже свое назначение потерял полностью. То есть он уже точности не имеет, уже гидравлика туда уже, уже не туда. А гидравлика – это та отца, где требует особой чистоты и точности. Вот я маленечко расскажу вам об этом гидравлике. Целые гидравлики российские на сегодня ценят где-то порядка 100 миллиардов рублей по году. Это включают сюда не только гидромоторные гидронасосы, это включают сюда гидростанции, которые почему-то ТВП выдают к иммунерению гаражным кооперативам и делает гидростанцию любая организация. В Денинбурге, город не так, сколько его жили, но не маленький, только 57 фил делает гидростанция. А что такое гидростанция? Это объект повышенной опасности, он должен быть построен, он должен быть регулирован. Рынок гидростанций составляет где-то порядка 50 миллиардов рублей по России. И весь он тень его и практически, или самое лучшее, если только индивидуальное предпринимательное завистье, выдаёт паспорт, да, и у него все гидростанции покупают, а паспорт, но и только на насос, который получает с нашего завода, на насос. А гидростанция – это объект повышенной опасности, который взаимоследует и может даже и человеческая жизнь, если там, как говорят, 300 баров, да, ведь. Второе, я бы хотел еще здесь остановиться маленько, и вы эту тему знаете тоже. Это наш сосед, любимый сосед гидросилы украинская. Вы знаете, в свое время в Советское, когда несколько было заводов базовых, гидравлических, они были специализированы. Один, это делал аксиалку, другой делал шестеренку, третий делал завод. Так получилось, что шестеренку делали на браине, убили агрегаты по точной линии, и потребности практически всей отлов Советского Союза шестеренка закрывала браину. Потом, да, получилось так, что они старые сели, визали украинцы уже в новое время, у гидростер-машины, и старые сели выпускают успешно на сегодня на рынок. Они пингуют ниже цеховой себестоимости на российском рынке, я даже на рынке не могу с ними конкурировать. Шестеренка 100% тоже украинская. Есть чуть-чуть в рынке, болгары появляются, маленько появляются, турки, немцы, естественно. И это беда, которую, я не знаю, никто не берется. Мне несколько раз предназначали, займись шестеренкой, если я буду шестеренкой, если на сегодня Украина заполонила все и вся. Сайло об этом правительство, российские федерации не реагируют. Они бесплощно на заводе, бесплощно никаких барьеров, ничего, никакой нормальный человек возьмется за шестеренку сегодня, чтобы пускать. Это беда, которая требуется всем конкурировать опять с битвы силой, кто любит. Поэтому сегодня ни оборона, ни предприятия стрелку российскую не имеет. Я в полной связи с этим могу сказать. И третья беда, которая надеяется на гидравликах, я считаю, серьезная беда, это наша металлургия действует. Сегодня хорошую металл, гидроплотный чугун, выкупить невозможно в России. Сегодня мы часть берем Германию, уже пальцы, потому что иначе не каяться, и продукт будет. Сколько мы не писали этих писем, никто не может понять. А что дальше делать? Доллар, один евро, десять центов получается у нас высокопротный чугун покупаем, вот так. Да я говорю, ребята, немцы, откуда вы берете заготовки, получаемые в России. Они добро организованное сделают, а что делает Навальный, я получаю этот чугун. Ну это же смех вообще-то, идея-то. И столько на пальцы, на высоте, где требуется определенная сталь, в конституционном уже машиностроителе. То же самое, снято с производства, в экологии, цены поднимают, а занимаются только отняли заготовкой. У меня такое впечатление. И все будет за границу. Но мы скоро и встали, останемся в машиностроителе, и пискать себе. Надо отбить колокола, отбить тревогу. Такой вопрос. И последний вопрос, который я хотел бы маленько остановиться, это АКАД. Высшая школа почему-то решила сделать общее машиностроение специальность. И вообще, как снимают специализированные кафедры, вегетаристов уже практически не осталось. Гидравликов нет. Ну, куда мы идем? Высшая школа заказа, это институт. Он в компьютере поговорялся, он не знает, что такое вообще производство. Надо, наверное, до конца продолжить. Мы как-то, я не знаю, но мы вот на этом, в общем, замечаем, на Коврасе, но это не решение про время. Надо на федеральный уровень вопрос выносить, что нельзя специализацию в институтах выбирать. Потому что воспитать гидравлика или моториста, это надо как минимум пятилетку, чтобы хоть подлить, чтобы гидравлик. Инженеры, спасибо за внимание. Продолжение следует...